Стара и потёрта хлопчатобумажная гимнастёрка Сергея Дмитриевича Василисина. Первые сечения и разрывы, пятнышки и дырочки появились в ней ещё в мирное время. Тогда будущий герой Советского Союза только окончил курсы политруков. В 1936 году за воинское мастерство, проявленное на учениях, отличные успехи в боевой и политической подготовке, 26-летний Сергей был награждён знаком почёта. В тот же год появилась и гимнастёрка. В июне 1941-го молодой Владимирский политрук готовился к поступлению в академию. Но началась война. 325-ю стрелковую дивизию, где служил Василисин, перебросили к Мурманску, прикрывать подступы к городу. Отвлечь наступающего противника ударом в тыл – таков был план. И рота Василисина была в него включена. Сперва словами и речами, потом уже на передовой личным примером политрук поддерживал всю десантную группу. Во Владимиросуздальском музее-заповеднике сохранились письма того лета. 7 июля 1941 год. Сергей Дмитриевич пишет жене «Моя жизнь такая, сплю на ходу, ем так же. И одни только имею гранаты, да и несколько сот патронов. Вот моё главное питание». С 14 июля началась битва за безымянную высоту. В те дни Василисин занял место погибшего командира роты. 22 июля – ранение в бою. Но поля Владимирец не покинул. Отдавая приказы, он с солдатами до последнего отражал фашистские атаки. Всё повторилось и 2 августа. Ранение оказалось куда серьёзнее. Но покидать поле боя командир не намеревался. В тот день он повёл солдат в атаку в свой последний раз. 16 января 1941-го политрук, командир роты, сослуживец и дорогой друг однополчан был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.